Привет, друзья! Канал StartAndroid продолжает трансляцию обучающих видеоуроков по Android-разработке и программированию. Урок 35. В этом уроке используем методы query и delete с указанием условия. На прошлом уроке мы разобрали, как вставить запись, считать все записи из таблицы и очистить таблицу. Теперь посмотрим, как обновить и удалить конкретную запись. Новый проект создавать не будем. Используем проект с прошлого урока. Немного поменяем экран. Добавим поле для ввода ID и кнопки для обновления и удаления. Перепишем main.xml. По нажатию кнопки update мы будем читать содержимое полей name и email и обновлять запись в таблице, для которой ID равно значению из поля ID. По нажатию кнопки delete будем удалять записи из таблицы. Экран получился, конечно, не самый лучший с точки зрения эргономики и юзабилити, но у нас тут не кружок юных дизайнеров, а серьезное изучение баз данных. Подредактируем main activity java. Добавим описание и определение новых экранных элементов. Присвоение обработчиков для кнопок. Теперь дополним реализацию onClick. Мы добавляем переменную ID, пишем в нее значение поля addID. В switch добавляем две новые ветки. btn.upd. Проверяем, что значение ID не пустое, заполняем cv данными для апдейта и обновляем запись. Для этого используется метод update. На вход ему подается имя таблицы, заполненный contentValues со значениями для обновления, строка условия и массив аргументов для строки условия. В строке условия я использовал символ знак вопроса. При запросе к базе данным вместо этого знака будет подставлено значение из массива аргументов, в нашем случае это значение переменной ID. Если вопросительных знаков в строке условия несколько, то им будут сопоставлены значения из массива по порядку. Метод update возвращает нам количество обновленных записей, которые мы выводим в лог. btn.del. Делал удаление записи из myTable. Проверяем, что ID не пустое и вызываем метод delete. На вход передаем имя таблицы, строку условия и массив аргументов для условия. Метод delete возвращает количество удаленных строк, которые мы выводим в лог. Обратите внимание, что условия и для update и для delete у меня одинаковые, а именно ID равен значение из поля addID. Но реализовал я их немного по-разному. Для update использовал символ знак вопроса, в строке условия и массива аргументов, а для delete вставил значение сразу в строку условия. Таким образом я просто показал способы формирования условия, а вы уже используете тот, что больше нравится или лучше в конкретной ситуации. Все сохраним и запустим. На прошлом уроке мы добавляли пару записей, но потом их удалили, так что я буду добавлять снова. Добавлю пару записей, нажму read, вижу в логе такие строки. Теперь попробуем обновить запись с ID равным 3. Для этого вводим 3 в поле ID и новые данные в поля ID. Жмем update. Смотрим лог. Обновилась одна запись. Все верно. Нажмем read и убедимся в этом. Запись действительно обновилась. Теперь давайте удалим запись с ID равным 4. Вводим 4 в поле ID. Жмем delete. Смотрим лог. Одна запись удалена. Жмем read. Смотрим лог. Осталась одна запись. Если попробовать удалить запись с пустым полем ID, то ничего не будет, так как мы реализовали проверку. Если же попробовать удалить запись с несуществующим ID, то метод delete вернет ноль. То есть ничего не было удалено, так как не нашлось записи для удаления. Теперь вы умеете читать, вставлять, удалять и изменять записи в SQLite. На этом все. А на следующем уроке подробно разбираем метод чтения данных query, используем сортировку, группировку, условия, having. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok